Нет ничего невозможного. Именно с таким девизом живет старожил Каспийска Курбан Магомедович Магомедов. В 16 лет, окончив школу в родном селе Кища до Хадаевского района, он приехал в наш город. Устроился разнорабочим в управление начальных работ, после чего добровольно пошел служить в армию. Оттуда меня в армию забрали, служил. Мне не брали в армию, у меня издевание один больной отец был. А я добровольно уехал, три года служил в авиационном полке Товольской области города Уруч. Отличный к боевой и политической подготовке был. Два раза отпуск тоже приехал. А последний третий год в футбол играли, травма получилась у меня. С полученной травмой руки после службы Курбан Магомедович пошел работать на завод «Дагдизель». Около 40 лет. В цехе номер 35 он изготавливал ракеты. После сокращения мужчина не смог сидеть без дела. Начал изготавливать печи для бань, табуреты, сундуки, столы и многое другое. В общем, паркет шлифовал, у меня станки были, два станка. Один сам делал, один купил. Вот такой был. Ну, вечно чем-нибудь занимался. Я думаю, в субботу, в воскресенье шкатулки делал, даже маленькие. Курбан Магомедович помнит, как преображался Каспийск, а также он стоял у истоков закладки теплотрассы в нашем городе. Помимо этого, наш герой является ветераном труда и имеет удостоверение победителя социалистического соревнования. У Курбана Магомедовича большая семья. В 26 лет он женился на девушке по имени Марияд, с которой они прожили вместе 47 лет и родили семерых детей. Как рассказывает его дочь Зарема, папа трудился сам и всегда их приучал к труду. Помимо этого, он всегда трепетно и с любовью относится к своим детям. Я всегда вспоминаю, как на день рождения мне папа подарил подарок и цветы первые, которые я получила. Это с детства у меня в памяти, это букет нарциссов. Нарциссы подарил мне папа первые цветы, которые я получила на свой день рождения. С детства запомнилось, что на парад мы ходили с отцом всегда. Мама у нас больше дома по хозяйству, как-то и скромная была всегда мама. А в таких общественных местах мы всегда с отцом. Совсем недавно Курбану Магомедовичу исполнилось 83 года. Несмотря на свой преклонный возраст и травму руки, он продолжает работать. Только уже не на заказ, а для души. В своей мастерской он изготавливает из дерева детские игрушки, подставки для телефона, четки из финиковых косточек, лопатки и многое другое. Этим ловзиком, у меня и ловзик есть, и такие есть, и электрический ловзик есть. Вот, выпиливал я это все дерево, целое дерево. Вот целое дерево это делал топорищу. Каждый день, гуляя в парке, он дарит безвозмездно прохожим изделия, сделанные своими руками с любовью. Помимо этого, Курбан Магомедович коллекционирует шляпы и каждый раз, выходя на прогулку, подбирает головной убор под настроение. Он прошел долгий и нелегкий жизненный путь, но, как утверждает мужчина, он счастливый человек, потому что никогда не сидел на месте и трудился. Молодой же, я хочу сказать, труд, труд воспитывает человека. Труд должен приносить радость. Цель свою поставил, вот и достигай до конечного.